Мы с их семьями принимаем капсулы год, но все год крушения этой капсулы, сейчас уже в доме отец и мать для мужа были, а сейчас уже две сестры, зять, сипровка, ну все восемь человек принимаем капсулы. Какие результаты? Отец у нас пользовался тросточкой после тяжелых болезней, но был момент, когда он вообще бежал, он не ходил, но когда врачи поставили его на ногу, он начал ходить, у него аптекционные ноги тряслись, он сесть не мог, он порог не мог переступить, с капсулами он вот эту тросточку бросил, у него ноги не дрожат, там все нормально у него, простатит хронический у него прошел. Мама после двух инстинктов была у маме вообще тяжело, родители мои 80 лет, а маме после того инстинктов было вообще тяжко было, все время голова кружилась, падала, на печку даже немножко падала, дверь шла и у меня все время шишки были, косяк стукнулись, потому что у нее нога болелась, хронилась, на меня смотрела и спрашивала, ты с кем доча стоишь? Ну и вот у мамы, принимая ЛФ-8, мы год пушили ЛФ-8, у нее хронический запон прошел, шестит прошел хронический, и одышка, самое главное, одышка, вообще ее хроническая астма, там, какие были практически с лишним годом, она не просто пушила, она свистела, скрипела, только когда спалила жил с нее, у нас тоже тишина была, и вот это вот недолго она капсулы, она быстро у нее все, чему я очень рада. Ну вот, у родителей такие результаты, да, у отца тоже было интересное обращение, и все это на спине мог даже одеть, но когда капсулы в прошлом году я взяла, я же тоже сомневалась, ну, думаю, а медика, мало ли, что сама начала первую очередь принимать, а потом уже родители. У меня у самой хронический запор был. Многие женщины, наверное, не страдают, многие стесняются об этом, говорит, первое время я тоже стеснялась, говорит, но сейчас я просто поняла, все урожавшие женщины, оказывается, почти все это проблемы. Хронический запор, хронический геморрой, вот сейчас, во время моего 8 лет, нет запора, нет геморроя, нет геморроя, нет головной боли. Постранела, минус 7 килограмм, минус 7 сантиметров объем дали, у меня зрение улучшилось, очки поменял, всегда носила минус 4, сейчас минус 2,75, это не старчество. Да, ну, тоже у меня был брошенный ноготь, проблема эта ушла, а стихотвор справа перчатывала степень, у меня не беспокой, у меня целых 4 грыжи с позвоночника было, это меня не беспокоило. У мужа тоже две грыжи и лопать болело, и косточка у него перестала расти. Нету этих проблем, понимаете, мы целый год там и каблетки не покупаем, вообще. Вот, 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 были целые две коробки огромные. Мы не покупали касты, как мама, как они рады, как они счастливы. В позапрошлом году, да, когда, ну, они еще когда-то на жарпании, я им говорила, давайте сделаем паспорта, закреп паспорта хотя бы в Монголии, в смысле, пока вы на ногах. Они мне сказали, в следующую жизнь не появились, сил нету, в которой она. Я плакала, а сейчас мы паспорта сделаем. Старикам 80 лет, понимаете? Вот это счастье. Берегите, пожалуйста, у меня целая радость, я люблю себя искренне. Вот, говорю, вот, берегите своих родителей. Берегите себя для наших детей. Я точно знаю, в каком состоянии, какая я буду в старости. И как мои дети будут рады видеть меня, вот, всегда молодой, красивой, позитивной. И как моим внукам будет хорошо, приятно. Бабушка не будет там горячиться, там, с росточкой. Я буду с ними бегать, играть, с ними развиваться буду. Вот это радость, и мы не силы людям. Вот, тут, работа-то, мы же не мешки ворочим. Было время, когда на трех работах работал, по 50 килограммам в бегу. Я и в школе с утрами пропадала, да? А сейчас тут, вот, просто делюсь радостью. И я не садись. Поглазирую. Можно так сказать. Просто не надо сомневаться и долго сидеть. Недавно... Грустно мне вот. Почему вот меня вот, прямо недавно, вот, еще раз меня в мышлении, да? Прямо вот, как будто сковородкой по голове ударило. Подряд было два похорона. Моей землячки. Ей 43 года была, она у меня была праха, по-женски. И сестра двоевая, тоже 43 года. Тоже... Лёва Брилева. Мне так обидно, да? Оттого, что... Ну, зачем молчали-то? Ну почему сестра моя, реально, почему она молчала? Надо было говорить. Ну, заболеты такие вот... Ой, не... Ну, не знаю. Вот. Сейчас же этот продукт появился. Сейчас нельзя об этом молчать. Молчать, я считаю, что если будем сейчас молчать о наших результатах об этих капсулах, я считаю, это уже кощульство. Это эгоизм полный. Я перед вами вышла на сцену не пиариться, потому что я там бриллиантную, там доходы большие. Я вот выходу каждый раз на сцену, чтобы вам сказать, люди добрые, ну давайте жить. Жизнь, она так прекрасна. Жизнь прекрасна, и она коротка, она прекрасна. Надо жить. Жить и радоваться этой жизни полноценно, здоровым. Субтитры сделал DimaTorzok